всем привет пятница и поэтому льем алюминий собрал я вот такой пепелац зарядил него две гравитсапы кацетом хватает на полет ну а теперь по-русски так центрифуга типа вертолет или мельница по-разному и называют две формы от в дэшки друг друга вставлены также покажу и так две формы этого дэшки вставлены друг друга эту я еще сниму отожгу они они снимаются здесь заливное отверстие вот такое вот вот такой у меня сверло короче попробуйте что-то просверлить здесь на 6 но это уже наугад без всякой информации сделал на 6 не знаю успеет перетечь нет алюминий тем более вы видите что прошлую пятницу я в кроссовках отливал а сегодня снег и даже легкий морозец постараюсь этот край центрифуги прогреть паяльной лампой лампа уже на взводе готова поэтому перед отливкой будут прогревать хорошо постараюсь как можно больше нагреть и алюминий буду прогревать больше 800 градусов вот сейчас форму эту отожгу как горным распалю ставлю опять на место заряжу туда ее центрифуга с балансиром то есть вот это вот железка там у меня внутри с болтик это держит ее чтобы она не проворачивалась при регулировке и он там вин который ее туда-сюда крутит регулировал я вот с этой отливкой то есть вот эту отливку ставил вот туда-то на край и регулировал что более-менее не болтала ее это это отливка она как раз по высаде отливал то есть такой же банки понятно что точно не отрегулируешь и к тому же сейчас у меня уже будет по-другому совсем объем алюминия сюда залью но надо заливать так чтобы не расплескалась короче выставил более-менее закрепился это на маховик от трактора т-150 наковальня моя ну посмотрим но всяком случае на 8 герцах и и начала у меня болтать посмотрим улетит соседям мой алюминий так выплывем еще а теперь разжигаю горн и начинаем горн разгорается а плавить я буду вот это льми это уже одна переплавка была сегодня будет ему 2 переплавка также никакого цинка не меди не флюсов не дегазатора ничего просто плавим алюминий и смотрим что будет центре фуги ну и так информация еще для тех кто вдруг решит делать горн ненужность супер мощный двигатель на поддув то есть смотрите у меня двигатель стоит на тысячу пятьдесят оборотов маленький его даже не слышно как он дует смотрите как он разжигает я вот недавно только засыпал уголь он только расходится вполне устраивает тишина полная не слышно так что не надо там какие-то пылесосы я попробовал один раз пылесосом когда только делал не уголь по вылетал в горно лишь бы дуло при вас разгорается смотрите как продолжаем пока греется горн покажу вам сейчас работу пепелаться начну с одного герца потому что у меня частотник настроена минимальный один герц и догоню до 10 герц выше что-то я уже очку поехали вот это один герц два три четыре пять шесть семь восемь девять вот 10 герц я думаю для алюминия такого хватит чтоб он у меня правда куда-то не улетел избавляя на один все один герц вот такие дела самому интересно что будет формы греются алюминий 860 градусов всего начинаю я шашлак снял начинаю без всякого отстаивания без ничего потому что на улице все-таки морозного то начинаю заливать заливаю убираю лампу прибегаю сюда и включаю так так и все и и и и все начиная 5 герц разбрызгивание не видать 7 9 10 герц все больше я не буду рисковать что-то булькает о форма заполнилась слышали булькала значит он не успел все-таки остыть и попал во вторую форму жидким смотрел способы изготовления такой центрифуги там в основном делают на пружине то есть залили металл взведенную пружину отпустили она прокрутилась там не знаю сколько-то пару десятков оборотов и все но я покручу до остывания я вас сейчас на дисплее смотрю камеры у вас он моргает как винт вертолета да возможно вы и не увидите на экране истинную скорость как он сейчас крутится ладно включу окончание когда останавливать буду прошло уже 10 минут он крутится так что пришло время пилацу уже приземляться и по оборотам сейчас 10 герц то есть от 50 герц это 20 процентов если я не ошибаюсь а то я сейчас насчитаю тут 20 процентов двигатель тысячу оборотов то есть получается 200 оборотов в минуту так все сейчас я его останавливаю и подойдем посмотрим сразу что будет а потом развернем увидим а теперь поближе подошел ближе ну здесь ничего не видно единственное что видно что вот этот бочонок 1 который заливал он пустой внутри только покрыт пленкой а так пустой значит весь алюминий перетек во второй достал разобрал вот так вот выглядит она сейчас то есть усадочная раковина есть на видать она образовалась после того уже как застывать начал алюминий то есть уже с этой банки с первой банки вот это и вот уже не поступало алюминий здесь осталось и сейчас по весам по весам получается 120 грамм вместе с банкой то есть грамм 100 наверное алюминий осталось вот но теперь будем разворачивать доставать смотреть что же там будет интересного еще смотрите что интересное банку начала плющить давление то есть но уперлась в трубу там в край и и и сплющила а с этой стороны продавила немножко видать алюминий начал выступать значит давление там было хорошее такой брусок алюминия вот пол полной банковой дышки брусок весит полтора килограмма то есть полтора килограмма раскрученные на удалении от центра вы видели какое было 200 оборотов в минуту а дальше кому интересно можно считать какой вес получился у нее при раскручивании все достаем форму вот что получилось от середины всякие поры мусор а дальше больше ну к низу к дну вот этого дно ближе к дну пока чистенько про . по сейчас покажет что будет про то чем сейчас здесь здесь и меня один человек попросил ну не попросила спросил что будет почему всегда все протачивают и никто еще поперек не разрезал вот распилю болгаркой и посмотрим что внутри будет а вот он видите где плющилась она смотрите у нее какой видок форму пришлось из-за нее разворачивать она так не даже даже не шевелилась то есть этим весом плющилась форму и посмотрим теперь что здесь стало начинаем плющилась 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 Продолжение следует... Это будет низ. А то я в одном из видео прошлых перепутал. Дотошный человек мне указал, что я вверх-низом перепутал, когда вам рассказывал. Сейчас переворачиваем. Ну что, снимаем сейчас и смотрим. Ну, теперь рассмотрим, что получилось. Сказать, что доволен, не, не доволен я результатом. Да, вроде плотненькая, хорошенькая. Отнизу вроде пор не видно. Но вам сейчас виднее, чем мне. Потому что я смотрю на дисплее. А на дисплее плохо видно. Маленькая всё. Сверху, вот он низ, вот он вверх. Да, сверху шлаковые вкрапления есть. То есть шлак, получается, всё-таки отбило. Шлак поднялся кверху. Ну, то есть отчасти заливной. Хотя здесь, вот как, специально больше протачивал вверх и низ. И получается, донышки, донышки одинаковые. Там и там видно поры. Смотрите, вот дно. Это самый низ. И тут есть вкрапления. И это похоже на шлаковые вкрапления, не поры. А так, ну, плотненько, хорошо, да, вроде. Нормально, если вот эту часть обрезать. Вверх. Вот с этими вот крупными вкраплениями. То есть крупная, но отбила. То нижнюю можно часть использовать. Но по трудозатратам, всё-таки я считаю, под давлением намного лучше способ. Вернее, быстрее. Один раз сделать колбу. Её и переносить легче, чем вот этот вот пепелац. То есть мне его, не знаю, разбирать надо. Но хотя этот двигатель у меня не нужен. Пусть стоит. От наковальни, только откручу и всё от маховика. И пусть стоит. Может быть, когда-то ещё пригодится. Возможно, пригодится на следующее видео. Потому что надо же будет ещё попробовать центробежное. Может, цилиндр получится отлить. Попробую на следующую пятницу сделать центробежное. Ну, не такого варианта. Вы поняли, да, что я имею в виду? Вот так вот. А сейчас попробую разрезать пополам. Если получится, у меня ещё её разрезать. То, что алюминь пилить, это гиблое дело. Если получится распилить, попробую шлифануть и показать, что в середине. Так, не стал я болгаркой пилить, потому что знаю, что это будет. Будет диск закусывать и так далее. И взял, зажал патрон. И прошёлся резцом. Даже не до середины. Вот столько я прошёлся. И смотрите. По-моему, это шлак. Чёрные вкрапления. Это шлак. Его не отбило. Здесь по краям, кажется, почище. Но резец работал на удар. И... Ну, видно, что зализано. Здесь и здесь зализано. А от середины, где уже более-менее резец, плавно резал, сразу видно, вот они. Вот они. Вот они, как видно, их сразу становится. И в итоге, или я что-то ещё не доделал, напутал. Или центрифуга не работает. Вот так вот. Потому что ювелиры льют не алюминий. Они льют другие металлы. И, возможно, там пор вообще и нет. В тех металлах. Поэтому итог. Центрифуга это хрень, по-моему. Во всяком случае, такой вариант. Ещё попробуем центробежную. Что в ней получится. Может быть, цилиндры, правда, будут получаться лучше. Хотя, навряд ли, шлак разнесёт по форме. Да и всё. Я так думаю. Да и пузыри там навряд ли выйдут. Но попробую. Так. Ну, а на этой вот такой вот сегодня грустной ноте. Столько дела сделано, в общем-то. Несколько дней возился с этой центрифугой. Центровал её. То-сё. И в итоге пшик. Будет валяться теперь. Всё. Короче, ребят. Давайте. До новых встреч. Удачи вам. Здоровья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok